МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В нашей республике много неравнодушных людей, готовых оказать помощь нуждающимся. Об этом свидетельствует недавно закрытый сбор для Магомета Тюбеева. Но есть и те, которые не прочь воспользоваться этим. Вопрос сборов и работу благотворительных фондов обсудили в Общественной палате Карачаева-Черкесии. Подробнее в репортаже Руслана Джукаева. В Общественной палате республики состоялось заседание ассоциации «Во благо», в которые входят некоммерческие организации, общественные благотворительные фонды Карачаева-Черкесии. На заседании обсудили несколько важных вопросов. В первую очередь это улучшение работы организации, взаимодействие с НКО и информационное оповещение населения. Мы предварительно уже собирались. У нас было обсуждение по поводу создания ассоциации региональной, куда будут входить благотворительные фонды, некоммерческий сектор, который у нас работает в республике. Второй вопрос по поводу сборов, которые сейчас участились у нас в социальной сети. Мы видим, вообще хаотичная информация разбросанная. Много, ну не много, есть сборы, которые мы находим, что они недействительны, что это мошенники, так скажем. В некоторых сборах наблюдаются корыстные цели людей. Известны случаи, когда физические лица делали сборы на лечение несуществующих болезней или же случаи, когда можно было решить проблему, лишь обратившись в соответствующие органы. Сборы часто необоснованы. Эти сборы часто бывают даже лживы. Поэтому необходима выработка информационного оповещения, обращение к блогерам и так далее, чтобы мы выработали единую позицию по освещению таких сборов, по проверке достоверности этих сборов, по отчету, по открытости и прозрачности этих сборов. Чужих детей не бывает, говорят в ассоциации. К примеру, сейчас идет подготовка к большому сбору для Адама Нагоева из Кабардино-Балкарии. Хотел бы обратиться к гражданам республики, которые столкнулись с тем, что подверглись каким-то испытаниям в жизни. Может, у кого-то больной ребенок, это может случиться с каждым. Но для них в первую очередь важно, чтобы эти сборы проходили прозрачно, централизованно, с отчетами, с людьми, которые им помогут, с организациями. Для них это более эффективно. На сегодняшний день в республике сложилась когорта известных благотворительных фондов, которые ведут сборы, и перед тем, как пожертвовать свои деньги, стоит узнать, кто или какой фонд стоит за этой благотворительностью. Это поможет эффективно помочь нуждающимся и избежать печальных последствий. Руслан Жукаев, Роберт Жигутанов, Весик, Карачаево, Черкесия. Информационный эфир в 9.00 продолжит вещание на базинском языке. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Роняем цены в конце сезона. Скидки до 50% на все. Шувы, пальто, куртки. Только до 15 февраля. Вятские меха. ТЦ Панорама. Первый этаж. Чавыча, сёмга, красная икра. На рыбной ярмарке дары Камчатки. С 10 по 14 февраля в доме предпринимателя город Черкеск. Город Санкт-Петербург представляет. Верхняя одежда и обувь со скидкой до 70%. Только два дня. 11-12 февраля. Город Черкеск. Государственная филармония. Пятигорский государственный университет приглашает абитуриентов и родителей на дистанционный день открытых дверей. По программам высшего и среднего профессионального образования. Присоединяйтесь к онлайн-трансляции на официальном сайте университета.пгу.ру 13 февраля в 12.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова